Денис, приветствую тебя. Привет всем. Очередной эфир, соответственно, как и всегда для наших подписчиков, тех, кто следит за совместным контентом. Обсуждаем рынок, смотрим на технику, на фундамент, на самые, как нам кажется, интересные возможности, которые есть по разным финансовым активам. Ну и делимся всеми мыслями, точками зрения, друг с другом и, соответственно, с нашими подписчиками. Как тебе, кстати, вчерашнее заседание ФРС? Разочаровало или все-таки больше совпало с теми ожиданиями, которые тебе были? В принципе, в плане ожиданий, касательно ставки, тут абсолютно совпало. Мне кажется, для рынка особо не было ничего нового, но то, что в дальнейшем, если будет повышение, то буквально еще одно и целевой таргет в районе 3, ну, лучше 3,5. Да, это все услышали и потом уже смягчение пойдет около 23, 24 год. То есть, как бы, особо конкретики, конечно, не дали, но, мне кажется, именно то, что не настолько агрессивное, скажем, будет ужесточение текущее. Мне кажется, из-за этого как раз рынок и отреагировал вот как-то вяленько. Ну и то, с точки зрения техники, ну, мы сейчас, конечно, это рассмотрим, но у меня впечатление, что эти движения вернут. Вот поэтому будет интересно послушать тебя с позиции фундамента касательно вот вчерашнего заявления Павлова. Ну, давай тогда начнем прямо с демонстрацией, сейчас, с доллара. Да, кстати, вот вчерашнее заседание ФРС. Если говорить про то, что процентная ставка вот что-то такое, как и ожидалось, да, действительно, 0,75%, 75 байсных пунктов. Как нас готовили уже даже представители американского регулятора еще за несколько недель до самого заседания, что это вот предельный уровень. Хотя я допускал, что могут все-таки расщедриться и поднять ставку на 100 байсных пунктов, но опять же, где я, где ФРС, я не могу повлиять на решение американского регулятора. Но мне кажется, я по-прежнему в этом уверен, что сейчас ФРС в тех условиях, когда нужно было бы сделать по максимуму то, что зависит от него, чтобы повлиять на экономическую конъюнтуру. Индекс доллара долгое время до заседания ФРС был в коридоре 107, скажем, 107.5 и 106. И я рассчитывал то, что после заседания ФРС из этого коридора все-таки индекс доллара выберется. Но он вот как назло ударился в верхний уровень сопротивления, скорректировался вниз, ушел к нижней зоне и сейчас опять отрастает. Ничего не произошло, то есть заседание ФРС переоценил не только я, но есть еще козырь. Это сегодняшний отчет по ВВП, который выйдет в 16.30 по московскому времени и в 15.30 точнее. И этот отчет важен, поскольку он может указать на замедление экономики США во втором квартале. То есть если это так, то снижение экономики в рамках двух кварталов подряд будет возможностью для нас охарактеризовать вообще ситуацию в экономике США как техническая рецессия. Это очень важный статус, это в принципе то же самое, что и рецессия. И может быть на этом статусе экономики США и именно на растущем риске того, что то же самое произойдет и с мировой экономикой в целом, это может стать причиной повышенного спроса на доллар, как на защитный инструмент, в свойствах которого именно таких я не грамотно не сомневаюсь. Американский регулятор ни в коем случае, если кто-то считает, что отказался от того, чтобы активно повышать ставку дальше, он этого не сделал. Пресс как планировал ее увеличивать, так в соответствии с этой дорожной картой будет двигаться дальше. То есть в следующее расседание сентябрь, там ставку повысят на 50 байсных пунктов, я в этом тоже не сомневаюсь. И допускаю, что рост может быть даже больше, но он напрямую будет зависеть от показателя по инфляции июльского, который выйдет через две с половиной недели. Я сторонник идеи того, что инфляция, которая росла на фоне повышения цен на продовольственные товары, на цены на энергоносители, и как человек, который верит в рост котировок нефти, уверен, что инфляция может еще переписать свои пиковые значения и максимальные уровни. Для США это, в принципе, теоретически даже возможно 10% по инфляции и выше в момент начала осенья и зимнего сезона. И ФРС, на мой взгляд, осознает все эти риски, прекрасно понимает их, поэтому повторил то, что он будет реагировать на меняющиеся экономические условия, и если того потребует ситуация, то, конечно же, снова или даже агрессивно повысит процентные ставки. Те, кто нашел в итоге заседания ФРС что-то негативное для доллара, я хочу даже переубедить, потому что это не так. Ставку повысили, ФРС обозначил готовность менять ее и дальше. ФРС остается приверженцем идеи борьбы, прежде всего, с инфляцией, причем на текущем этапе готов поступиться даже темпами экономического роста. Это очень важный нюанс, который говорит о том, что рецессия не спугнет американский регулятор. И рецессия не станет причиной пересмотра ожиданий по тому, чтобы ключевую ставку ФРС до конца этого года довели до 4%. Поэтому я думаю, что рынок просто лишь уйдет в более продолжительную консолидацию, но выход из которой все равно будет по индексу доллара вверх. Поэтому текущий уровень, в частности, то, что обхаживается в уровне 106 пунктов, это хорошая точка входа для долгосрочных длинных позиций. Кому интересно, кто уверен, что повышение процентной ставки в конечном счете благоприятно повлияет на доходность американских облигаций и в целом поддержит фрус доллара, эта идея тоже должна вам быть близка. Ну и потом, я не помню ни одного примера в истории, если говорить про историю американской экономики и в целом мировой экономики, когда подтвержденный факт рецессии происходил параллельно с обвалом курса американской валюты. Более того, я хочу сказать, что каждый раз, когда официально признавалась рецессия, экономический спад или, дай бог, даже депрессия, более продолжительный период рецессии доллар всегда обновлял новые и новые максимумы. Это нужно тоже учесть тем, кто смотрит на индекс доллара на долгосрок. По поводу европейской валюты, 1,02-0,06 сейчас в котировке, ну, здесь рост незначительный, всего лишь там фигура, даже чуть меньше, если брать котировки, где пара евро-долларов была до заседания ФРС. И как бы не хотелось риску вырасти на локальной слабости доллара, европейской валюте существенно выше, прорваться вряд ли удастся, потому что очень велик вот этот вес негативный фона, связанного с усилением аналитического кризиса после решения «Газпрома», вывести из эксплуатации еще на одну, на турбину и снизить пропускной способности северного потока практически до 20%. Я на своих брифингах много раз уже говорил, даже прям детально анализировал ситуацию, к чему это приведет, насколько сильно рассядут поставки, как сильно это отразится на промышленности Германии, ведущего локомотива ЕС и европейской промышленности в целом, как впоследствии это приведет к росту инфляции и к снижению потребительской активности. Поэтому не вижу здесь, Денис, вообще причин для долгосрочных покупок евро. На текущих условиях точно, когда экономика погружается, европейская тоже, в рецессию из-за усиливающегося и усугубляющегося энергетического кризиса, и на фоне контраста политики, даже уровня процентных ставок, ставка сейчас в США получается в 5 раз выше, чем ставка Европейского центрального банка. Причем в отношении ЦБ я даже не очень-то уверен, что регулятор будет активно повышать ставку и дальше, в отличие от Федрезерва. Поэтому рекомендую снова дождаться теста, который прям в моменте может произойти, поддержки 1.02, рисковать, широтеть с целями в районе паритета. И что касается рынка нефти, сейчас, как и в ситуации с индексом доллара, здесь коридор, который видно прямо на графике. Отбились мы от уровня где-то в районе 100 долларов за баррель, но чуть ниже. Сейчас растем, 103.29 уже по бренду. Я рекомендую уже оцелить своем 107.5 и 110. Сейчас локальным топливом для роста цен на нефть выступают последние данные по запасам нефти США. Снизились запасы бензина и, соответственно, нефтянки нефтепродуктов в целом. И вот эта отсылка, которую я уже делал на энергетический кризис в еврозоне, связанная с газовым вопросом. Нужно просто понимать, что при сокращении потребления газа промышленность априори придется переводить на альтернативные источники энергии, в данном случае на нефтянку. И это точно подогреет интерес к этому рынку по мере приближения осени. Поэтому здесь я сохраняю свой бычий настрой. Денис, слово тебе. Так, хорошо. Слово взял, экран показал. Ну что ж, во-первых, я хочу нас поздравить с тобой. У нас новая синергия. Потому что по технике я разделяю полностью твое мнение. И как раз еще до брифинга сказал о том, что считаю, что то движение, которое было сделано вчера, его с очень большой вероятностью полностью вернут. А почему? Смотри, на самом деле, если трезво посмотреть на евро, сейчас даже отодвинуть фодамент и только взять графики, больше ничего, то здесь сразу просматривается три очень таких интересных момента. В верхушке, когда формировалось накопление, то есть диапазон в районе 1.02-1.02.50, здесь появился у нас трижды крупный объем. То есть раз, два, три. То есть три раза была сделана кульминация. Три раза давали реакцию вниз. Сейчас цена подошла. Пока еще объема нет. Это, в принципе, единственная причина, по которой я до сих пор не вошел в евро. И то. У меня лично складывается впечатление, что мы сейчас делаем небольшую вот такую консолидацию. Не могу сказать, как долго она будет, то есть как бы фактор времени неизвестен. Но после нее с огромной долей вероятности я ожидаю все-таки выход вниз. Сейчас она уперлась в накопительную зону. То есть если раскинуть полностью весь объем на протяжении роста, мы четко увидим, где у нас было основное накопление объемов, где ключевой рыночный профиль находился. Также вот чуть другим цветом. Это одна-вторая маржинальная зона сопротивления. И в целом, даже просматривая по опционам, у нас были крупные заливки внизу. Причем эти заливки были сделаны как раз в начале этой недели вот здесь. Это 0.9960. Это на следующий месяц. И это достаточно сильный уровень и очень крупная заливка как разовая. Так очень-очень редко идет. В основном это движение инсайдеров и крупных рыночных участников. Нечто аналогичное у нас было вот здесь тоже. Раз, два, три. Ударились в уровень. Он там находился на 99. Кстати, почти тот же уровень был 99.60. Плюс блочная сделка по фичам. И после этого отлетели вверх. Поэтому здесь, думаю, нечто аналогичное. Только чуть-чуть дольше еще поторгуются и дальше вниз. То есть, ну, я реально считаю, что расти в Европе сейчас буквально не на чем. Знаю как раз настроение, которое сейчас в Европе из-за энергетического кризиса. У меня, собственно, жена сейчас находится. Как раз сегодня утром, по-моему, часа три или четыре назад в Германию перелетела с Польши. Ты тоже рассказывал по поводу их настроения, как цены поднялись. И насколько люди этим всем недовольны. Поэтому если все это экстраполировать на графике, то, в принципе, действительно расти особо не на чем. Следовательно, индекс доллара, аналогичная ситуация у нас будет с ростом. Хотя я изначально закладывал идею, что продолжение роста будет от этой зоны. Потому что до нее толком ничего здесь не было. Здесь хотя бы есть зонка покупателей. Есть локальные уровни поддержки, которые будут... Ну, от которых достаточно большой вероятностью у нас происходят отскоки. Но, глядя на саму структуру падения, то есть это классическая коррекция. То есть вначале идет импульс, и потом резко раз коррекция. Потом очень слабый добой вниз и снова глубокая коррекция. Причем даже с перекрытием предыдущих. Затем снова движение вниз с очень мизерным пробоем предыдущего уровня. И после этого опять формируется чаще всего крупная коррекция. Таких экстремум бывает в среднем три, иногда четыре. У нас уже вот третий в процессе формирования. Поэтому могут даже не дойти до вот этой нижней зоны и отсюда уже отскочить вверх по тренду. Потому что доминирующий тренд, я думаю, здесь очевидно, у нас направлен сейчас вверх. И против него как-то не очень комфортно сейчас входить. Касательно нефти, я с тобой прям всеми конечностями за. И вот как раз, когда ты про нефть рассказывал, я здесь решил 50% покупок закрыть, которые вчера открывал внизу вот на уровне 95. Здесь на самом деле была классная комбинация сделана. Если просмотреть по схеме, очень похоже на евро. У нас раз появилось вливание достаточно хорошее по бидам. Именно хороший перекос был по бидам. Один раз, второй раз, третий раз. То есть эта работа была байлимитами. Ложный пробой, полное перекрытие вверх. То есть вот у нас ключевой экстремум. Его цена полностью перекрыла вверх. Вернули вниз, влили достаточно крупную блочную сделку по фьючам. То есть это как защитная сделка срабатывает. Потом накопили, накопили. Раз, вкинули объем. Но мне он показался не сильно существенным, потому что по футпринту внизу не было особо крупного перекоса. И когда вчера, если чуть увеличить, здесь вчера появляется вот такая вот черная свечка, просто идеальная. И в ней вот прям торчащий внизу крупный аск. То есть кто-то здесь вольнул прямо по рынку, была сделана покупка. И потом вверху докопили. Поэтому был поставлен лимит на 95. Расчетом вдруг повезет, и новой коррекцией добьют вниз. И таки повезло, новой коррекцией добили вниз. Поэтому сейчас кусочек закрыл, и еще кусочек на 105. Уровень 105 достаточно сильный, как с позиции опционов, так и с позиции техники. Здесь находится зона вращения. То есть уровень, который цена видела с обеих сторон. И плюс к этому еще хочу сказать, очень важный момент, что при всем движении вниз, если провести без разницы канал, либо трендовое сопротивление, он уже пробит. То есть получается, что появляются первые признаки того, что общее движение вниз может быть уже закончено. Поэтому в дальнейшем, я думаю, здесь логично будет нам увидеть схему движения. Я ее сейчас на часовом графике покажу, что у нас пройдет коррекция вниз. Единственное, только я не готов сказать, насколько она будет глубокой, потому что максимум это где-то 96. Я считаю, это потолок. Но и то не факт. Может, там до 97 где-то дойдут, плюс-минус. И отсюда снова-таки отскочит вверх. Поэтому половину покупок я все-таки буду здесь удерживать. Плюс ко всему, внизу у нас вчера очень хорошо видели, вот одна-вторая маржинальная зонка была, как дополнительная поддержка. И от нее уже выстраиваются новые уровни вверх. Мы видим, откуда сейчас делается отскок. То есть я его даже редко уже черчу, потому что на глаз их привык определять. Но причина для фиксации половинки здесь все-таки была. Так что я полностью с тобой согласен, учитывая энергокризис, учитывая перебой в поставках, плюс ко всему еще до конца нет договоренностей. Насколько я знаю, в Сыраном само собой, там с Венесуэлы несколько танкеров пришли еще в мае, но опять-таки на постоянной основе еще не договорились. Поэтому сейчас падать особо по нефти не на чем. Поэтому я думаю, это не более чем коррекция. И полностью поддерживаю, что дальнейший будет рост вверх. И реальная цель, от которой уже будет серьезная коррекция, в районе 105 находится. Денис, спасибо тебе за точку зрения, за детальный технический анализ. Остается только смотреть, наблюдать, как недели будут закрыты. Сегодня, конечно, рынок еще поштормит от итогов заседания ФРС. Будут продолжать их анализировать. Ну и снова подсвечиваю, что не нужно недооценивать релиз по ВВП, потому что он очень важный. Я уверен, что во всех средствах массовой информации, если сложатся так статистические обстоятельства, сегодня будут подсвечивать факт рецессии в США. Как это повлияет на рынок и настроение, будет интересно посмотреть. Но в конечном счете, я думаю, что уже сегодня индекс доллара может все-таки наполнить всем, кто на рынке красавчик. И, соответственно, по индексу доллара можем увидеть развитие локального восходящего движения. Еще раз, Денис, спасибо тебе. Давай тогда следить. И хорошего закрытия недели и тебе, всем нашим подписчикам. Обсудим тогда уже рынок в обновленных условиях во время следующего эфира. Спасибо тебе. Супер. Тебе тоже замечательные наступающие выходные, как и нашим подписчикам. И, друзья мои, будьте в тренде. Плевать против тренда иногда очень чревато. Спасибо, пока. Спасибо всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok